Раньше все жили в коммуналках, и замечательные люди там жили, которые меня, в общем, воспитывали отчасти. И я слышала просто оттуда довольно много всяких критических, как я сейчас понимаю, разговоров. Ну, в общем, похоже, что настроенность во мне такая была, но точку отсчета очень трудно проследить. Отец был, но он жил в другом городе и не хотел переезжать в Москву. А мама жила в Москве со мною и не хотела переезжать туда к отцу. И поэтому он приезжал. Он был довольно простым человеком, он работал на железной дороге всю жизнь, но он был человеком не просто верующим, а именно церковным. И он жил там, в этом городе, Смоленск, это город Смоленск, там он пел в соборе и был уважаем, и все. И хотя его много раз наказывали, потому что он занимал, я уж не помню, кем-то он был там, дежурным по вокзалу или кем-то. Ну, во всяком случае, его понижали постоянно, чтобы он не ходил в церковь. Потому что так боролись тогда с верующими. Но он не сдавался отец, и более того, он сопротивлялся и вообще не подчинялся. Ну, может быть, от отца у меня какая-то такая, возможно. И его не посадили, его не посадили. А семья мамы, тоже мы очень, очень простая тоже была. Семья мамы вообще работала поваром всю жизнь, но она была дочерью репрессированного. Мой дедушка Семен был на Беломорке канале, а его так раскулачили. Но он не был кулаком, просто у них был хороший дом очень под Тверью. Какой-то донос на него написал сосед. В общем, его посадили, его выбросили из этого дома, дом отобрали. А детей, которые были маленькие, мама, ее брат и сестра, их просто выбросили на улицу. И мама, конечно, им помог брат дедушки, который их как-то взял в Москву и как-то сумел дать им какое-то образование. Но мама всю жизнь, она хотела учиться, но ее никуда не брали. И, в общем, так она осталась вот таким поваром. А моя тетка, крестная моя, была портной. А их брат Ваня, уцелевший тогда, погиб все-таки при репрессиях сталинских. Так что вот и со стороны мамы еще были родственники тоже репрессированные. Вот я помню, как вернулся дядя Коля, и какой он был странный. Это все были политические репрессии. Так что я это к тому, что, возможно, как-то так я это все потихоньку по рычайку, по рычайку это стекалось. Мне очень хотелось быть режиссером, и как-то так я с удовольствием поступила и проучилась. Вот два курса, потом меня арестовали. Ну, в старших классах я не помню, я не помню своего настроения. Но, во всяком случае, я только помню, что когда сложился наш кружок, вот там Смагисты были все эти ребята молодые, потом Вовка Буковский появился. Вот, я уже была как-то так вполне в этом духе. Потому что мы почему-то очень любили декабристов. И я помню, как я усиленно читала эти масловские тома. И меня страшно интересовало вообще их внутренний вот облик моральный, нравственный, как они вели себя. Вот это было очень интересно. Именно потому, что они противопоставляли себя режиму, бросали вызов режиму. Вот все-таки это интересовало. Значит, ну, было какое-то тяготение, может быть, к такому состоянию. Но, впрочем, никаких, скажем, насильств, мне не нравилось, что декабристы могли позволить себе думать, убивать. Это нет, вот этого точно не было. Мы очень много проводили времени в библиотеках. Раньше этого как-то нормально было, читать в библиотеках. Ну, потому что в домах не было большого, может быть, больших запасов книг. Вот. Но я не очень хорошо помню. Я помню, что в Ленинке я со многими познакомилась. Ну, как-то, наверное, с одним достаточно познакомиться, и какой-то круг возникает, круг людей каких-то таких. Это все были молодые ребята, по-моему, очень талантливые. Ну, главные, конечно, это вот Володя Олейников и Ленька Губанов. Вот. Все с Сережей Морозов. Но они не были все-таки политически настроены с магиста. Была, правда, одна демонстрация очень известная, потому что они хотели, чтобы их печатали. Ну, это все куцы, конечно, было достаточно выражения. Но все-таки их побили. Их побили тогда. То есть дружинники их разгоняли и били. Вообще тогда били. Просто били. Первый сам издат мой были стихи. Я не помню, чтобы я читала, как позднее уже читали Солженицын там, да, или большую прозу. Не помню я этого. Стихи. Стихи я помню. А потом уже, конечно, был политический сам издат. Но первые стихи. Политики больше появилось. Но первая политика была, когда вот задумана была демонстрация в день рождения, что ли, Сталина. И поскольку тогда начался какой-то процесс ресталинизации, то вот тогда были листовки. Листовки – это уже политический сам издат. Но мы печатали на машинке просто листовки с текстом прийти и протестовать против вот этого возрождения культа Сталина. А он тогда реально начинался. И очень многие видные общественные деятели тогда выступали с этим. И были листовки по этому поводу. Они потом фигурировали на суде, как доказательство вины. Вот. Это был политический сам издат. Ну, начало, по крайней мере. Это листовки вот эти были. А потом уже, ну, я не знаю, белую книгу можно считать политическим сам издат. Наверное, да, хотя он не был нацелен на… не было призыва, была констатация факта просто. И все. Вообще сам издат наш советский очень часто заключался в том, что писалась правда. Вот. В отличие от того, что преподносили газеты и радио и всякие пропагандисты, просто излагалась правда. Ну, конечно, это печаталось на машинке, но и как-то распространялось в очень ограниченном, конечно. Правда, позже это стали передавать западным корреспондентам, которые это уже вещали через свои станции на весь мир. Но это, конечно, была уже чистая политика, хотя содержание было не политическое. Не было призывов никогда ни к чему. Была попытка говорить правду. И все. И больше ничего. И настаивание на этом. Вот и все. По сути, все репрессии были направлены против этого. Значит, моим кругом были вот молодые ребята, вот в основном вот эти поэты-смагисты. Ну, Володя Буковский, конечно, выделялся из них, поскольку он поэтому-то не был. Он уже был таким зрелым человеком, он уже сидел к тому времени в психушке. И он как раз был наиболее четко и ясно и сформулированно настроен именно против советской власти. Вот это у него очень рано началось. И был такой замечательный человек. У меня знаком много старше. У меня его звали Анатолий Манилович Левитин. Фамилия его была Левитин, а псевдоним Краснов. Он был довольно известный публицист религиозный. Он писал как раз вот сам из даты тоже много было религиозного тогда, ведь сам из даты. И от него он шел, и я печатала. Я вообще в какой-то момент я научилась печатать на машинке. Это, видимо, решило мою судьбу в каком-то смысле. Потому что не много машинок, ведь тогда мало у кого была машинка. Кроме того, не так много людей, может быть, доверяло друг другу тогда. Но вот Анатолий Манилович оказал на меня потрясающе, очень сильное и очень хорошее, конечно, влияние. Во-первых, он был очень образованный человек, и он же закончил аспирантуру театра музыки и кино в Ленинграде. Он сидел, он был тоже репрессирован. И он меня каким-то образом, ну как сказать, ну не то чтобы привел в церковь, но как-то я потянулась за ним к церкви, именно к церкви. С Гинзбургом мы познакомились, нас познакомил Юра Голландсков совершенно целенаправленно. То есть Алик искал человека, который мог бы ему напечатать Белую книгу, которую он составлял к тому времени уже. И Юра меня с ним познакомил, или его со мной. Вот именно для этого. Да, Белая книга – это сборник материалов по процессу Синявского и Даниэля, который был закрытым. Вот, но Алик Гинзбург сумел каким-то образом раздобыть абсолютно, просто полностью, была полностью стенограмма суда и все выступления и все. Это, конечно, подвиг Алика был, просто подвиг. Он составил правдивый, достоверный, абсолютно аутентичный, как сейчас говорят, запись процесса Синявского и Даниэля. И назвал это Белой книгой. По-моему, даже он первую традицию Белый. У нас не было, или были Белые книги, но для меня первый раз это было. Вот, а Юра Голландсков был моим другом. Так что, да. Но мы недолго ведь все были знакомы, знаете, как-то очень быстро посадили всех. То есть, ну, я не знаю, с Юрой я, может быть, два года была знакома, два, но не больше трех. А с Аликом еще меньше. А потом все, Юра погиб в лагере, Алик сидел. У КГБ была такая, значит, система. Они, когда они начинали человека уже, ну, когда они заинтересовались каким-то человеком, с точки зрения, значит, криминальности, они его вызывали и говорили, что вот вы делаете то-то, то-то, это нехорошо, мы вас предупреждаем. Да, и меня предупреждали, да. Меня привозили как раз первый раз, вообще меня на Лубянку привезли, вот по поводу этой демонстрации, не состоявшейся, но готовившейся в декабре. И тогда вот первый раз я увидела вот все эти застенки и все это, конечно. Но это смешно, вот как-то это совершенно не страшно было. Мне было безумно любопытно это все просто. Я так это все жадно рассматривала, старалась как-то запомнить, но страшно не было. Не знаю, довольно большой чин тогда со мной беседовал и со всеми с нами. Вот. Ну, конечно, это никакого не произвело ни на кого впечатления, естественно. Об аресте, конечно, никогда не предупреждают, но это чувствуется, потому что у них есть какие-то свои приемы, когда ты понимаешь, что это уже конец. Они начинают ходить за тобой, просто дыша тебе в затылок буквально, то есть вот буквально, и когда ты пытаешься куда-то убежать, может быть, да, то тебе хватает просто за плечо и говорят, стой, сука, дальше не пойдешь. Вот так просто, а то еще и грубее. Мне был 21 год. Ну, я училась уже на третьем курсе. Нет, ну, понимаете, это была такая жизнь, которая имела, ну, конкретное, вполне и ожидаемое развитие. Ну, так было, а что, собственно, как можно было жить иначе? Иначе жить было никак нельзя, никак. Но люди выбирали такую жизнь себе, чтобы жить правдиво и, соответственно, собственным каким-то убеждением. Ну, были же какие-то убеждения, ну, за них, наверное, надо было платить. Ну, следствие, конечно, малоприятный процесс, но мне повезло в том смысле, что я ничего не должна была лгать, я не должна была ничего скрывать. С Аликом у нас была полная договоренность, что я ничего скрывать не буду. Я не буду отрицать, что я печатала белую книгу. Он не скрывал, что он ее составил. Он ее составил, отнес к КГБ и депутатам Верховного Совета. Поэтому врать-то мне не надо было. Собственно, а что, что еще? Ну, у нас был неприятный момент. Один из нас было четверо. Один из нас, Леша Добровольский, такой Алексей Добровольский, он, к сожалению, повел себя совершенно подло и паскудно. Он понял, что его осудят и посадят, и он решил все свалить на Юра Голландского. И это он и сделал. И он давал совершенно лживые, абсолютно лживые и мерзкие показания по договоренности со следствием. Но это видно было уже, когда дело закрывалось и все вот это читалось. Это было ужасно, конечно. Но сам Юра Голландского был болен. Во-первых, он очень мучился, у него была тяжелейшая язва. Двенадцатиперстный и потом желудка, отчего он умер в лагере. И он был, конечно, психически как-то очень сильно так обострен, что ли, я не знаю. Наверное, тюрьма не пошла ему на пользу. Он менял показания очень часто. И все это было как-то смутно. Но моя позиция была совершенно чистая и прозрачная. И я печатала. Статья была 70-я. Она расшифровывалась коротко как антисоветская агитация и пропаганда, направленная на подрыв и свержение советского государства и советского строя. То есть, конечно, жуткое дело. И она имела две части. И вторая часть предполагала даже и расстрелы. Или 15 лет с конфискацией имущества. Но вот они очень напирали на это. Это вообще и Юре, и Алику мне не грозили смертной казнью. Но им как-то так давали, в общем, понять, что дело может этим обернуться. То есть, они запугивали, запугивали. Мне не грозили смертной казнью, но, конечно, пугали. Пугали. Ты в лагере, ты пропадешь, да на этапе ты погибнешь, да то да сё. И поскольку мне обещали три года с самого начала наследствия, то я так и готовилась к трём годам. А в камере самой я сидела легко. Я довольно много сидела одна. Ну, то есть, в Лефортове вообще прилично кормит, можно сказать. И неприятно только, когда они подсаживают к тебе на сетку так называемую. То есть, это человек, который или выводит тебя из себя, или ведёт себя так, что тебе тошно становится. И ходит к твоему следователю и стучит на тебя. Старается что-то выудить, там, как-то прикинуться, притереться. Это неприятно. Но как-то я старалась всё-таки мирно жить, потому что я весь год, что я сидела в Лефортове, я читала там потрясающую библиотеку. Я читала только Толстого. Вот. Я его так полюбила. Там есть полное собрание, вот этот девяностоумник. И я себя всё время призывала внутренне вот жить в мире, вот, творить добро и так далее. И вот под этим девизом я сидела и с этими наседками, и, в общем, хотя иногда ужасные бывали сцены в других камерах, они мне рассказывали, когда люди дерутся просто друг с другом, ненавидят. Вот. А я, наоборот, как-то стремилась к любви и к добру. Это очень помогало, надо сказать. Потому что 24 часа сидеть с человеком, который тебе неприятен, очень трудно. Трудно. А всё остальное, ну, ничего, тюрьма не так страшна, как люди думают. Может быть. Во всяком случае, мне не было страшно никогда. И скучно не было. Читать можно сколько угодно было. Процесс, как и все процессы, были открыты. То есть огромные залы были, но они были набиты ГБшниками. Ну, или какими-то людьми, которые были, конечно, отобраны. Вот. Они специально их тренировали, они улюлюкали, свистели, кричали мало-мало, когда судья приговор читал, мало-мало, давай больше. Ну, отвратительно. Вообще, потом была отработана эта техника записывания процессов, запоминания. И уже все процессы практически потом восстанавливались. Очень помогали адвокаты, которые были нашими друзьями. У них, конечно, огромная масса материала была, они имели право всё это протоколировать. И, в общем, конечно, очень много они помогали. Ровно год я просидела, ровно год. И мне год дали, потому что этот сценарий с Лёшей Добровольским их планы повернул. Ему дали два, но мне уже они не могли дать больше Лёшей Добровольской, поскольку моя вина, ну, просто была по сравнению с остальными, конечно, ничтожная. Ну, во всяком случае, вот год этот я отсидела. И потом уже, когда я освободилась и вышла, в Москве они мне сразу не дали жить. Ну, потом там были всякие обстоятельства, что я вернулась в Москву и вернулась к себе домой, стала жить дома. И тогда, конечно, уже просто всё пошло по новой, потому что огромное количество людей в мою жизнь вошло. Я познакомилась, ну, просто с самыми лучшими людьми, которые тогда протестовали против нашего процесса. Я этих людей никогда не знала, их было очень много. Но это были лучшие просто люди, конечно. И до сих пор я так о них и помню, и думаю. И началось уже, ну, началось опять, началось новое жизнь. В институте, конечно, я не вернулась. Первое, что я сделала, выйдя из тюрьмы практически сразу. Я напечатала второй номер хроники, который Наташа Горбаневская писала от руки ещё тогда. Царины Гинсбург мы сделали. Как раз вот процесс Алика Гинсбурга, когда его осудили последний раз в 77-м году. Это называлось, я не помню, как он назывался. Ну, это процесс Алика в Калуге, когда его осудили уже после Тарусы. Он же жил в Тарусе здесь, как и я сюда тоже попал. Вот. И вот этот мы делали. Ну, это там тоже всё было записано, и просто мы это всё привели в такую... Да, очень хорошее, кстати. А христианский сборник надежды его делала, Зоя Крахмальникова. Он был замечательный просто. Она находила потрясающие материалы совершенно. Я не спрашивала у кого, и никто вообще никого, ни о чём никогда не спрашивал. Меньше знаешь, меньше скажешь. Ну, так, это шутка, конечно. Но всё-таки, тем не менее. Вот. Это были толстые такие, в полный лист, в полный А4 такие, тонкая бумага. Вот. И интереснейший просто сборник. Она, по-моему, 10 сделала, а может быть, меньше. Её арестовали. Вот. Её арестовали. За Зою судили всё-таки за 80-е. Вот. Но Зоя героиня, конечно, она уже была совсем не молодой. И она многое теряла. Она же была когда-то официозной журналисткой. Она работала в журнале советском, кажется, знамя. И такая вполне себе была достойная советская дама. Вот. Она многое потеряла. Но она поверила. Она пришла к вере. Вот отец Дмитрий Дудко как раз один из её, по-моему, учителей. И она стала жить, соответственно, своим убеждением. Ну, Зоя молодец. Зоя героиня, конечно. Она получила тяжёлую ссылку. Но, правда, они вернулись до конца срока, потому что уже Горбачёв начал освобождать людей. Она на Алтае была. Я ездила к ней туда. Там потрясающая красота была. И им потом разрешили с мужем соединиться, Феликс Светов. Да. А Светова посадили просто за его романы, в которых ничего не было. Ну, просто ничего. Даже под этим светом там ничего нельзя было бы найти. Ну, вот так. Я вообще не знаю, чем руководствовала советская власть. Я не знаю, чем, почему. Она боялась любого инакомыслия. Это лучше всего у Надежды Яковлевны Модельштамм написано, не помню, в первой или второй книге, что идеал – было болото вот такое, ровное. И ничего, чтобы не высовывалось. Но нельзя так. В обществе не бывает этого никогда. Всегда есть люди, которые не соглашаются с этим. И всё. И вот в этом их вина. Фонд Солженицына создал Алик, по сути, здесь, в Тарусе. Вот сидел у себя на лесной улице после того, как Альсан Саевич. Он приезжал, один раз здесь был. И они решили, что… Альсан Саевич решил, конечно, что все свои гонорары за архипелаг. Алик это всё организационно осуществил. Это не было работой никакой. В этом не было вообще никакой корысти. Ни у кого никто же за это ничего не получал. Это не было офиса. Ничего не было. Был круг дружественных друг к другу людей. Братский круг такой, я бы сказала. И все друг другу помогали. Причём собирали деньги же ещё. Ещё же сдавали деньги. Люди, получавшие совсем небольшие зарплаты, абсолютно добровольно и с радостью давали, кто рубль, кто три, кто пять, кто десять. Этих людей просто пересчитать невозможно даже было. Они поняли, что со всеми надо что-то делать, потому что всё уже шло к закату. Просто реально совершенно. Они перерубили абсолютно всё. То есть они почти всех посадили. Последним посадили Серёжу Ходоровича, который как раз возглавлял фонд. И оставалось просто по пальцам можно было пересчитать людей. Уже никого не было. А на виду торчало две-три головы. Ну, три-четыре головы торчало. Смешно просто, да. И для меня они, конечно, выбрали трудный всё-таки сценарий. Просто отобрали у меня квартиру. То есть единственное жильё, где я жила всегда и где была прописана. Тогда прописка ещё была. На основании, что я там не жила никогда. Да, и они нашли свидетелей, которые на суде это подтвердили. И всё, лишив меня жилья, они меня поставили под действие закона. Тогда он был, 218 статья по... Называлось «Бродяжничество и тунеядство». Значит, я становилась бродягой. Жилья у меня нет, прописки у меня нет. Всё по этапу, по этой статье. Вот. И они мне сказали, что у вас есть трое суток найти себе жильё и прописку. Да, ну, это легко сказать. А квартиру надо было ликвидировать же как-то. Даже вещи как-то. Ну, и так я оказалась в деревне глухой, где работала шофёром, трактористом. Это была граница Тверской и Новгородской области. Там просто был знакомый мне человек, он когда-то был режиссёром, такой Николай Александрович Мокин. Он меня прописал к себе с радостью. Я был доволен, что я ему там одиночество скрасила. Вот. И я пошла работать в колхоз, лесовхоз тогда это было. Ну, в общем, работала тяжело, конечно, было. Это был май 83-го года. Вот. И в Москву я уже вернулась в 90-м. А потом началась перестройка, но тоже как-то всё не сразу так. Это они хотели, чтобы люди писали заявление о том, что они не будут больше заниматься ничем. Ну, сейчас в стягомотина какая-то. Вот. И довольно долго это всё длилось. И мне помогла только Елена Георгиевна Боннер, конечно. Если бы не она, я думаю, что мне бы квартиру не вернули. Самую трудную квартиру получить в Москве. Понимаете, мне родившейся в Москве, прожившей там всю жизнь, надо было заново получать квартиру. А никто мне не собирался её давать. Понимаете, я вообще имела шанс сгнить в этой деревне. Но Люся мне помогла, конечно. Очень помогла. Круг этот был, может быть, небольшой. Но правозащитного движения, ну, не было такого никогда. Я не думала, что я участник правозащитного движения. Было просто братство, основанное на доверии и уважении. Не оформление какой-то официальной структуры там с уставом, со взносами, как это был в СХОН, например, в Ленинграде. Это была действительно законспирированная глубоко организация, где вот Игорь Агурцов был. Вот. Они перед нами как раз их посадили. Это была действительно структурная организация. Вот. Но это было совсем другое. У них был устав, у них было оружие, у них был штаб. Вот. И у них были цели политические и задачи. И они предполагали свержение власти. Это правда. Вот они были. Но они очень недолго просуществовали, и их же кто-то выдал там изнутри. Но мы их не знали. Вот. А, например, были такие колокольчики, мы их звали в Питере. Они издавали журнал «Колокол». Они успели издать три номера, начав свой первый номер с последнего номера Герцена. Замечательные были ребята. Они все кончили политех в Ленинграде. Но они немножко постарше, скажем, у меня были. Они где-то 38-го, 40-го годов рождения. Вот. Они были все технари, они были все бригадмильцы. Тогда это дружины были такие комсомольцы. И комсомольцы были. Но постепенно они решили, что неправильный социализм строится. Надо его с человеческим лицом делать. Вот. И вот они об этом писали. У них был журнал. Но он тоже, конечно, был сам издатский и тоже подпольный. Я себя не ощущала никогда. Ну, может быть, потому что я была, ну, так сказать, я не была никогда во главе там чего-то. Я всегда помогала. Вот надо было помочь. Я помогала. Никто не ждал, когда тебя попросят кто-то о помощи. А важно было успеть броситься и помочь. Вот когда ты видишь, что это нужно. И это было честью. Это считалось за честь. Ну, был Толя Марченко, например. Смотрите, он же замечательный человек был. Удивительный просто. Из редчайших. Он никогда себя никаким правозащитником не считал. Я уверена просто в этом. Он написал книгу, свою вот первую книгу о лагере. Он что, ее писал как правозащитник? Нет. Он писал ее как свидетель. Он был свидетелем. И он свидетельствовал об этом. Он просто выражал свое внутреннее ощущение и свою точку зрения на это на все. Он написал, один из первых он написал об этих лагерях. Для того, чтобы противопоставить официозу, официальной пропаганде, которая шла без конца и внутрь страны, и на Запад, противопоставить настоящее, правдивое. Потому что на этом же все было и основано. Все передачи для этого и делали. Почему Алик составил Белую книгу и передал ее на Запад? Потому что до такой степени фальшивые были отчеты и освещение этого процесса, что нельзя было сказать, нет, это неправда. Ну, покажи, где правда. Так вот и показывалось, где правда. И вся хроника на этом строилась. Противостояние было нравственным. Об этом очень хорошо сказала Наташа Горбаневская, когда ее спрашивали, об этой демонстрации, когда они вышли на Красную площадь. То есть, вот, казалось бы, это политическое явление, конечно, выйти протестовать против действия правительства, государства. Она все время говорила, это было нравственное, нравственное, абсолютно поступок, продиктованный именно нравственным движением, несогласие. Вот. И она много раз это говорила. Никто не слышит, что говорят. Диссиденты, которых так потом назвали, не сопротивлялись советской власти ни силой оружия. Но, во всяком случае, известные мне люди, нет, они не думали брать власть и ничего для этого не делали, а только сопротивлялись, но внутренне, но нравственно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.